Роман Злотников. Арвен Дейл. Долгое море. Читает Михаил Мурзаков. Высокородная Костемионель, старшая Элери Великого дома Айлевар и самая признанная великая провидица народа эльфов, стремительным шагом вошла в свои покои, и, стянув длинные по локоть церемониальные перчатки из тончайшего, словно паутина, эльфийского шелка, раздраженно швырнула их на туалетный столик. «Свериняль? Да, госпожа!» Выдрессированная прислужница мгновенно возникла в проеме двери, испуганно уставившись на свою госпожу максимально преданным взглядом. Старшая Элери Айлевар была истинной аристократкой. Из древнего рода, очень древнего. Да и сама она была, ну, не то чтобы так уж молода, хотя, скажем, какой-нибудь человек вполне мог бы принять ее за весьма юную особу. Ну, если бы леди по каким-то причинам понадобилось, чтобы кто-то из этих полуживотных ее за таковую принял. Основа для этого у нее вполне наличествовала. Свежая и гладкая, без единого изъяна кожа. Сочные губы, высокая грудь, густые блестящие волосы. Так что достаточно было продемонстрировать немного легкомысленности, жизнерадостности и столь присущей юности шаловливости, и любой человек посчитал бы, что перед ним юная и наивная эльфийка, чей возраст, возможно, даже еще не перешагнул порог детства, которая хоть и тянется у эльфов куда дольше, чем у людей, но все равно также довольно скоротечна. Впрочем, подобное можно было провернуть только с этими полуживотными, каковы в своей неизбывной глупости всегда мерили окружающих, исходя из реалий своего убогого вида и своих собственных, не менее убогих традиций. Ну, или с орками, которые, суть, животные, только лишь обезьянничающие за истинными разумными. Никого из эльфов все эти внешние признаки обмануть не смогли бы, потому что существовала масса различных примет и знаков, явственно различимых любым эльфам, на основании которых он мог бы более-менее точно идентифицировать истинный возраст любого из своего народа. Оттенок волос с возрастом становящийся более глубоким и насыщенным. Их истончившиеся концы, заставляющие зрелых эльфиек заплетать волосы в косы или сооружать на голове иные, куда более сложные, прически. Утолщение и, пусть и едва-едва, но все же вполне заметное любому эльфу изменение формы ушных хрящей. А также еще добрый десяток подобных мелочей, не увидеть которые способны только люди. Впрочем, они, похоже, даже орков отличают от своего вида только по торчащим из пасти клыкам и зеленоватому оттенку кожи. Хотя и это еще не факт. В конце концов, и среди людей имеется масса пород, различающихся тем же цветом и оттенком кожи. Но в случае с высокородной никому из эльфов не потребовалось бы даже приглядываться, ибо великую провидицу народа эльфов знал каждый эльф. Причем не только то, как она выглядит, но и во что предпочитает одеваться, какими духами пользоваться, а также, скажем осторожно, все присущие ей особенности ее характера и воспитания. А воспитывалась высокородная Костемианель в те далекие времена, когда эльфы еще, скажем так, в полной мере несли свое великое бремя первородных и возложенную на них создателями этого мира великую миссию, а именно вести всех остальных разумных этого мира к свету, разуму и любви. И были твердо уверены в том, что те, на кого возложена столь великая миссия, не могут позволить себе никаких слабостей, ни внешних, ни тем более внутренних. Так что свою молодежь древние эльфы воспитывали в полном осознании того бремени, которое падет на их плечи при вступлении во взрослую жизнь. Именно поэтому подавляющее большинство из ныне живущих эльфов, при первых же признаках того, что им на пути может встретиться старшая элере великого дома Айлевар, старались тут же забиться в какую-нибудь самую укромную и глухую дырку, моля великую мать, чтобы пронесла, не попустила, отвлекла. Однако шанс на то, что великая мать поможет с этим, был лишь у тех, кого свел с высокородной костями Анель только лишь случай. Тем же, на кого великий дом Айлевар возложил обязанность прислуживания одной из своих столпов, приходилось гораздо хуже. «Купальня готова?» «Да, моя госпожа». Прислужница склонилась в глубочайшем поклоне. В принципе, согласно эльфийским традициям, этого не требовалось. Более того, свирине Эль, являющаяся прапраправнучкой высокородной костями Анель, сама принадлежала к числу высокородных элери великого дома Айлевар. А кроме того, она, как и любая эльфийская аристократка, являлась обученной ведающей, причем довольно сильной. Так что по формальному статусу они были равны. Ну, почти. И то, чем она занималась в покоях своей прапрапрабабушки, официально именовалась «помощью старшей родственницы», а отнюдь неуслужением высокородной госпоже. Вследствие чего, подобных выражающих почтение жестов от нее вроде как не требовалось. Более того, теоретически, она вполне могла возмутиться, выскажи старшей родственнице требования приветствовать ее подобным образом. которое высокородная, кстати, никогда не высказывала. Просто в доме Айлевар так было принято, испокон веков. И все эти века неукоснительно соблюдалось. Что же касается возможности возмутиться или просто отказаться соблюдать принятые правила, Свиринель была бы очень не против поглядеть, что может случиться с той из весьма многочисленных помощниц старшей Элери, которая посмеет хотя бы намекнуть на нечто подобное в присутствии высокородной Костемианели. А впрочем, нет, против. Жизнь в высоком доме Айлевар и так не сахар. Даже по эльфийским меркам. Незачем усугублять ее еще и ночными кошмарами. С лавандой и настоем береники. Тихо закончила Свиринель. Что? Великая провидица народа эльфов резко развернулась и гневно уставилась на свою служанку. Ну или прапраправнучку. Кому как удобно. А затем Свирепа прошипела. Да ты в своем уме! Какая береника! Сегодня второй день лунных перкалей. А друиды Восточной Дубравы еще третьего дня объявили, что осенний дубовый сок загустел и побелел. Ты когда-нибудь научишься пользоваться своей тупой головенкой, бледная бестолыч? Да, госпожа. Испуганно залепеталась Виринель, склоняясь перед своей прапрапрабабкой в низком поклоне. Прошу меня простить, госпожа. Я немедленно все исправлю, госпожа. Тупая, бестолковая дрянь! Еще раз прошипела высокородная Костемианель. Пошла вон! После чего повернулась и широким шагом двинулась в сторону огромной гардеробной, размеры которой могли посоперничать с бальными залами в некоторых баронских замках, этих короткоживущих червей, внешний вид которых, сильнее других, разумных, похожих на истинных первородных, с молодых лет приводил высокородную в еле контролируемую ярость. Когда Костемианель, переодевшись, вновь вышла в главную залу своих апартаментов, ее уже ждали. Причем в отношении этого гостя даже высокородная постереглась бы спускать с поводка свой несносный характер. Во всяком случае, слишком часто, и уж тем более по пустякам. Хотя отказать себе в шпильке все равно не смогла. «Ты опять хлещешь мое вино, лорд Айлевар?» Нежданный гость повернулся к ней и смерил высокородную злым взглядом. «Что ты устроила на совете, Костемианель?» Красивое лицо старшей элери великого дома Айлевар перекосилось в злобной гримасе. «Это тупая курица на троне меня уже достала!» Гость криво усмехнулся. «Насколько мне помнится, именно ты тогда настояла на том, чтобы наш дом поддержал ее кандидатуру на выборах владычицы?» «Да, и готова вновь повторить все те аргументы, которые приводила тогда. Но все равно она меня достала. И в первую очередь именно своей тупостью. Это же надо было ляпнуть такую чушь!» И тут лицо высокородной презрительно скривилось, а в голосе появились нарочито слащавые нотки. «Я настаиваю на том, что мы обязаны исполнить наш древний закон и отправить мастера жизни и мастера растений в столицу людей, для того, чтобы он попытался возродить милирон скалы Северин». Ее собеседник помрачнел и сделал большой глоток. Очень большой. Потом покосился на высокородную, которая к настоящему моменту успела добраться до большого роскошного кресла, скорее даже полудивана, стоявшего с другой стороны сервировочного столика, уставленного легкими закусками, кувшинами с напитками и вазами с фруктами и печеньем, рядом с которым сидел он сам. И весьма живописно устроиться на нем и пробурчал. «А что ты предлагаешь? Пойти на конфликт с друидами, которые…» «А плевать на друидов!» Костемианель, как раз в этот момент ухватившая из вазы с фруктами спелый плод Ашабли, разъяренно подпрыгнула и швырнула его об стену, украсив драгоценные обои из паутинного льна мокрым, грязным пятном. Эти замшелые мухоморы не хотят ничего видеть дальше своих милиронов и своего собственного носа, поросшего лесным мхом. Да после того, как один из этих краткоживущих ублюдков только по какому-то недоразумению или, возможно, жестокой насмешке великой матери, слегка напоминающих истинного первородного, разогнал из-за лиосила всех этих тупых говорящих животных со всеми их уродливыми созданиями, в распускаемых ими слюнях можно запутаться. Как же они получили возможность вернуть благословенные деревья на их исконные места? Тьфу, бараны! Ну как они не понимают, что этим действием усиливают этого урода Морилбора и ослабляют Великий лес? Светлый лес холодно поправил Великую провидицу глава Великого дома Айлевар. Высокородная аж захлебнулась и, развернувшись к своему собеседнику, боднула его таким яростным взглядом, что тот аж отшатнулся. Великий лес, сопляк! яростно прошипела она. Великий! И никакого другого не будет! Эльфы вернут себе власть над этим шмиром или исчезнут! Третьего не будет! Глава дома Айлевар зло стиснул зубы и промолчал. Он никак, вернее, очень нечасто видел свою прапрабабку такой взбешенной. И уж точно никогда не хотел бы оказаться на месте того, кто вызвал на себя подобный гнев. Даже учитывая то, что официально по статусу она являлась его подчиненной. Потому что официальный статус это одно, а реальный расклад сил совершенно другое. Впрочем, похоже, ярость, сидевшей перед ним высокородной, все-таки по большей части оказалась направлена вовсе не на главу дома. Потому что того продолжения, которого так опасался высокородный, так и не последовало. Более того, сразу после своей вспышки великая провидица откинулась на спинку своего огромного кресла и подняв руки и надавив пальцами на оба своих виска на какое-то время замерла, прикрыв глаза тонкими веками, кожу на которых аристократично отливала синевой. Посидев так пару минут, она опустила руки и, шумно выдохнув, повернулась к своему собеседнику. Буквально натянув на лицо улыбку, которую никто бы не посмел назвать извиняющейся, она негромко произнесла «Прошу простить меня, глава, вы сами знаете, что сегодня был довольно тяжелый день, а я уже не настолько владею своими нервами, как более молодые перворожденные». Тут ее улыбка опять начала превращаться в оскал, поэтому высокородная Костемианель оборвала свой спич и захлопнула рот. Причем сделала это она с явственно различимым стуком зубов. Несколько мгновений в зале висела напряженная тишина, после чего высокопоставленный гость сглотнул и, шумно выдохнув, произнес максимально нейтральным тоном, на который только оказался способен «Да-да, вы правы, высокородная, вам просто необходимо отдохнуть». «Что? Ты считаешь меня немощной старухой?» тут же вскинулась Костемианель, но не успел глава великого дома снова испугаться, как тут же рассмеялась. «Не беспокойся, мой мальчик, я в порядке. Хотя отдохнуть мне все-таки действительно не помешает». И... Она сделала короткую паузу. «Я понимаю, что решение совета, утвержденное владычицей, уже не изменить. Но ведь ты понимаешь, что исполнить их можно очень-очень по-разному. В том числе и так, чтобы результат их исполнения оказался полностью противоположен тому, на который рассчитывали те, кто инициировал принятие этих решений. Поэтому я прошу тебя подумать над тем, как сделать так, чтобы это решение было исполнено наилучшим образом. Наилучшим именно для великого леса. Ты меня понял? Глава снова насупился, но затем нехотя кивнул. Я попробую, но исполнение этого решения возложено владычицей на друидов, так как, вы сами знаете, у нашего дома не слишком хорошее отношение с кругом, так что… И все же я прошу вас постараться, глава, настойчиво повторила Костюмин Энель, перейдя на официальный тон. А сейчас прошу меня простить, мне действительно не здоровиться. Едва выйдя за дверь покоев великой провидицы, глава великого дома Айлевар привалился к стене и рванул пальцами жемчужную застежку ворота. Вот так всегда. Когда бы и в каком бы состоянии он не заходил в покой высокородной Костюмин Энель, пылая гневом и будучи совершенно убежденным в своем праве карать и миловать, или вот так, как сегодня, предельно собранным и с целым набором холодных логичных аргументов, это всегда оборачивалось тем, что его прапрабабка поворачивала разговор так, как сама считала нужным. После чего глава высокого дома покидал ее покои озадаченном Данельзе и с полным ощущением того, что для него будет лучше как следует постараться и выполнить все озвученное высокородной. иначе плохо будет всем. А уж ему в первую очередь. логичных логичных